Нам часто задают вопрос, почему мало снимаем на летних пастбищах. Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Добраться на летние пастбища очень тяжело. Особенно туда, куда поднимаются наши чабаны, дохмарда. Но вот уникальные кадры, заснятые на летних пастбищах в районе перевала Анзоп. Мы уже демонстрировали эти кадры, но без комментариев, потому что мы надеялись, что одного вида вот этих прекрасных гисарских овец, а здесь находятся кучкары, то есть взрослые самцы, старше двух с половиной лет, то здесь уже называется чури, панджи, щи-щи. Здесь взрослые бараны, и вот мы видим, что это элита. Это бараны-производители. Конечно же, с первого взгляда это можно определить. Посмотрите, какие они широкие, красивые, с сильными ногами, с плотными копытами, с невисячими курдюками, с правильными головами и ушами. У них покатые ребра. Вот все, что необходимо по спандарту. Посмотрите, нету пятен. Сразу же скажу, что в этой отаре вот есть один кучкар, у которого белые ноги. Он очень красивый кучкар, и он принадлежит вот хозяину. Не отары, а чабану старшему. Он его держит, не пускает ковцам. Ну вот, нравится ему. Баран он по всем критериям отвечает, но на племя он не годится, потому что у него вот есть белые пятнышки на ногах. А так, посмотрите, вот она, элита, это хозяйство барракад. Вот здесь есть даже четырехроги. Баран, это другая порода. Это метис. Конечно же, он тоже не идет в разведение. Посмотрите, какие великолепные эти овцы. И всем любителям, скажем сразу же, что этих овец для нас пригнали специально. Вот эту отару, еще одну отару подогнали. Почему? Потому что попросили мы хозяина вот этого хозяйства, чтобы иметь возможность снять вот эту красоту и вам показать. Видите, овцы все время на подножном корме. И вот в таком великолепном состоянии они. Это уже было середина лета. И как мы видим, овец спустили вот с тех заснеженных вершин. Туда мы подниматься не стали. Но они все, весь этот путь проделывают сами, пешком, на своих четырех ногах. А за ними следуют чабаны, которые ежедневно заботятся о них, защищают их от хищников, смотрят, чтобы не было никаких, никакого урона от погоды, от ненастья. Потому что, ну понимаете, в таких условиях, если чабан не знает дорогу, эти овцы, конечно же, могут поломать и ноги, свалиться с обрыва. И такие случаи не единичные, когда неразивый чабан, вот таких называют, пастух просто, не уследил за овцами. И вот такая вот, такая красота, вот, слетела, как говорится, в ущелье, разбилась о камне. И, конечно же, выполняет свою работу вот эти вот саги Дагмарда. Сразу скажем, что здесь согнали несколько отар, для того, чтобы мы снимали. И вот этот вот пес, один пришел, вот с этим молодыми барашками, которые вот в вольере в загоне находятся. И он от них никуда не уходит. Вот такой вот преданный саги Дагмарда, аборигенный среднеазиатский среднеазиат, так скажем. Это местное название саги Чапуни, саги Тоджики или саги Дагмарда. Вот. И вот посмотрите, какой великолепный пес. И он, самое главное, что он не отходит никуда от своих овец. Он знает свою отару. Кучкары это не его отара. Его отара вот эти вот молодые Дагарчики там и ярочки. И вот он внимательно следит. И самое интересное, что здесь же находятся собаки с других отар. Вот он их почуял и предупредительно встал. Вот видите, хвост задрал. Но так как он один, а собак там много, он как бы ищет место подойти поближе к своим овцам. На нас он не реагирует. Тоже, видите, даже Чапан его хвалил, сказал, что этот пес все время проводится рядом с овцами, без них не может. Вот его отгородили, то есть в загородку поставили овец и он всячески желает подойти к ним поближе. Ну и в конце концов он занимает позицию, потому что приближаются собаки, вот-вот, которые охраняют качкаров. Вот они подошли. Но тоже драк они не затевают, поэтому кто бы нам не рассказывал о том, что у азиатов в крови, у среднеазиатских овчарок в крови вот это вот бойцовские качества для того, чтобы сражаться между собой и проверять рабочие качества. Рабочие качества так не проверяются. Рабочие качества и азиата проверяются, насколько он грамотно и правильно защищает свою отару. А свары между собой это не удел азиатов. Азиаты это командные собаки. Они работают в одной команде, но они четко представляют, где находятся их овцы, где находится скот чабана. Никогда они не подпустят даже чужих овец или чужих лошадей к своей отаре. Не говоря уже о людях или других собаках. Ну вот мы здесь видим, что границы как говорится размыты и вот этот пес интересуется что же за загородкой. Пес, который охраняет вот эту меньшую отару, предупредительно лает, потому что понимает, что одному ему не справиться, а пришел он сюда один, но готов всячески противодействовать. И вот поэтому собаки из другой отары они вроде бы подходят поближе, но в открытые противостояния они не вступают. И все это говорит о том, что о высокой интеллигентности этих собак, о том, что они понимают и четко различают момент атаки или же момент угрозы. Когда явной угрозы нет, они не будут бестолково ввязываться в драки, потому что драки чреваты увечьями, а это никому не нужно. И вот мы видим, что просто продемонстрировав свое присутствие, вот эти вот саги Дахмарда к нашему удовольствию возвращаются обратно же к своей отаре, которую продолжают охранять. А отара опять-таки скажем, что вот она потихонечку удаляется и собаки тоже вместе с ней уйдут. Так что удачи вам всем и барракад! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok